Здравствуйте, друзья! У нас с вами гость в студии. Гость, представляйтесь. Меня зовут Виолетта. Виолетта, так. Всю историю рассказывать сразу? Ну, давайте спрашивайте потихоньку. Откуда вы родом, Виолетта? Я выросла в Москве, закончила Московский университет по специальности биохимия, после этого поступила в аспирантуру, была в химфизике по генной инженерии первая специальность была. Потом все кончилось, ровно когда я сделала ваковскую сабмиссию, так сказать, своих документов, Советский Союз кончилось существовать. Ну, и на этом как бы у всех все кончилось. Вот, пару лет там, работая со своими друзьями из университета, с разных факультетов, один мой приятель, который был зоолог, он организовал компанию, которая работала, делала справочники, книжки для новых свежеиспеченных банков. Вот, но поскольку мой бывший муж был еврей, он поехал в Израиль, поскольку он был в Московском университете, преподавал там, тоже уже ничего не было, ни активов, ничего, у нас работа экспериментальная. Так что, таким образом я оказалась в Израиле, прожила там суммарно 9 лет, вернулась в свою профессию. То есть, вот, ваш муж на тот момент был евреем? Да. Это то, что говорят, что еврейский муж... Типа он родился такой, да. Я понял, то есть, это говорят, что еврейский муж не роскошь, а средство передвижения. То есть, это ваш случай. Ну, я тогда не думала, в принципе, когда я с ним познакомилась, я-то студенткой была, и он просто был преподавателем, и было все окей. Вот. Ну, хорошо, вы с ним поехали в Израиль? Да, потому что больше особо ехать было некуда, и делать нам было нечего. Смотрите, а вы, как бы, в этническом смысле, вы грузинка, или? Русская. Русская? Да. Правда? Да. Вот такой вид, как будто вы из Грузии. Да, я там, я жила там 10 лет, но я не знаю, что это так отразилось на моем геноме. А-а-а, окей, вы такое лицо строгое. Я, в принципе, жила в Грузии очень долго, 10 лет в своем детстве, и когда мне было 10 лет, мои родители переехали в Москву. Просто мой отец был военный, поэтому он где только не жил. А-а-а, окей. Он учился в Москве, потом переехал. То есть вы не можете грузинского языка не знать? Сейчас не помню, но в детстве знала. Хорошо. Итак, значит, вы с ним поехали в Израиль. Но вы там сходили за местную или как-то не очень? Да, все почему-то думали, что я еврейка привезла русского мужа в Израиль. А, вот так, в общем. Да. К тому же я потом очень быстро, ну тоже был такой вообще очень, скажем так, счастливый случай, поскольку я в Москве-то перед отъездом 2 года уже не работал по специальности. И вообще, честно говоря, как нас тренировали в университете, что если вы ребята ушли из науки, то забудьте про это. Но когда я приехала в Израиль, мне там все мои приятели, которые там уже работали и были там 3 года, 4 года, они сказали, да, забудь про это, давай иди в университет. Но как туда пройти и чего, где, я ничего не знала. Там еврейка немножечко знала, потому что я в Москве учила перед отъездом. И вдруг, вот, один из профессоров остановил другого нашего, тоже из Московского университета, но с курсом моего бывшего мужа. И он говорит, слушай, есть у вас, говорит, кто-то из русских? Знаешь, говорит, хочу, говорит, два зайца, говорит, одним махом убить. В смысле? Мне нужен человек, который мне делает всё. Он говорит, что умеешь делать? Таких, говорит, здесь нет, но среди русских есть. Найди. Он говорит, кто? Мне нужен человек, который сможет работать и с ДНК, и с белком, и, короче, отклонировать, сделать мутацию, сделать секвенс, перевести в бактерию, вырастить белок, вычтеть. И еще, говорит, лучше, чтобы еще и кинетику померили. А он говорит, есть такой человек? Он говорит, как? Вот жена, говорит, приехала у моего друга. Он говорит, приводить. А это какой-то совершенно, я, поскольку предмет на области не знаю, это какой-то необычный набор умений? Просто это две разные специальности, но у меня так получилось, что я закончила университет, у меня специальность биохимия. Это белки. Это, в основном, работа с белками и специализация работы с ферментами. А в аспирантуру я пошла, а была новая специальность генной инженерии. Я понял. Генной инженерии – это как раз работа с ДНК, клонирование, психонирование и всё это такое. То есть вы как бы с двух сторон как бы подготовлены были? И как раз у меня получилось так, что и белки, и, как говорится, и это то, что… Как вообще работалось в израильской науке? Как вообще обстановка там? Вообще нормально? Классно. То есть не обижает никто? Абсолютно. Не говорит, понаехали тут? Нет. Как говорил мой бывший профессор, который был израильтянин, но страшный фанат русской литературы, у него любимый писатель был Булгаков, так что мы очень нашли общий язык с ним вместе. И я его сильно расстроила, когда сказала, что Иван Денисович – это Денисович не фамилия, а отчество. Типа полное имя. Могло быть и фамилия тоже. Именно почему? Потому что такие Денисовичи приезжают из Румынии и прочее, у них как бы фамилия так звучит. Для него было очень фаник, мы и так долго разговаривали, но он человек был очень образованный и знал много языков, но не знал русского. Подождите, подождите, давайте мы так к нашей части, все-таки вы сейчас в Америке, вы из Израиля уехали с тем же мужем или как бы без него? То есть вы вместе с ним сюда? Это получилась очень смешная история, как бы мой это уже попал в Израиль, но там особая история, как все уезжали и так далее, он вообще планировал ехать в Америку. Но в то время еще был Советский Союз и как бы нужно получить еще, если вы помните, выездную визу, не только въездную. То есть H1 было недостаточно с американцев, как бы с американской стороны, нужно было еще получить от КГВ, короче, авировскую визу. Ну и в общем его мурыжили-мурыжили, в общем он сломался на этом и отказался от гражданства, не от русского гражданства. И в Израиль он мог просто поехать просто посвятить свое рождение. Вот, тогда еще не было отношений с Израилем. Так вы в каком году уехали, в 90-е? Я в 94-м, а он в 90-м в конце. Я понял. И мы тоже в 90-м в конце уезжали, и я помню хорошо это время. Так вот, пожили вы в Израиле, потом вы с мужем переехали сюда. Да, получилось так, он узнал в один день, что есть такая вещь, как лотерея Green Card. Сначала мы подумали, что это смех какой-то, несерьезная вещь. Но там ничего не требовалось, требовалось просто написать свои данные, приклеить фотографию, подписать и послать обычной почтой. Там в определенный срок. Он это сделал. Я подписала, я ничего не делала. Ну, в смысле, я ничего не запомнила, поставила попись. И как бы смелся, сказал, ты знаешь, не может быть такая вещь серьезная, это какая-то ерунда. Интернет тогда не было, сами понимаете, это конец 90-х, как бы он такой был еще вялый. Ну, не то, что сейчас. И как бы никто в это ничто не верил. Ну, послали-послали, но ничего не произошло. Потом он обнаружил, что он неправильно заполнил анкету, и надо было ставить не по месту твоего жительства, а по месту твоего рождения. То есть, лотерея должна быть по нам, как бы Россия, Москва, и он переписал, послал на следующий год. Ну, то же самое, ну, классишь, за почту и все. И вот так он делал года три, по-моему, на четвертый год. Вдруг я получаю бумаги на мое имя, прямо перед моим днем рождения. То есть, он делал на вас и на себя? Делается на всех взрослых членов семьи. И как бы муж и жена подают это отдельно два разных инверта. И вот в один прекрасный день пришел пакет, такой толстый. Почему толстый? Потому что на каждого взрослого пишутся и дети, и мужа ставишь второй раз, или жену ставишь второй раз. Ну, бог с ним, с пакетом, с толщиной. Но, короче, вы выиграли. Да, но это как бы первый этап. То есть, сначала ты это заполняешь, и там везде такие, значит, от этого до этого момента оформить это, от этого до этого. То есть, вы выиграли в итоге году в девяносто каком? О нет, это как раз перед взрывом, между прочим, в 2001. Ага. То есть, вы были в литерее в 2001, через несколько месяцев был взрыв, въехали бы в страну. В 2002, через год. Да. То есть, вы тут уже, слава богу, 13 лет. Да. Так, а где же вы жили? Мы приехали сразу в Сан-Франциско. Ну, там было тоже несколько факторов. Во-первых, здесь были приятели его, старые, такие с детства, которые уже жили здесь лет 15. То есть, было у кого остановиться, как бы первое. Второе, он нашел контакт с UCSF-ом. Это медицинский университет? Да, это как бы University of California in San Francisco. Но у них есть научный департмент, очень большой, который не обязательно медицинский, они как бы делали все что угодно. И он сделал такую вещь, которая называется Шебатон. То есть, здесь Сабарикл это называется. Понятно, да. Это продолжительный отпуск такой. Это еврейская традиция, каждый седьмой год брать на отдых. Типа, как шеруты относятся, это на отдых. А в науке у них везде, в системе образования есть такая вещь, что седьмой год любой человек, работающий в системе образования, начиная с детского сада и кончая с суперакадемией, они этот год используют для того, на что у них раньше не хватало времени. То есть, например, хочешь взять дополнительный курс, никогда не было времени. Вот в этот год ты это делаешь. Ты хочешь поехать волонтером где-то преподавать или наоборот учиться. Для этого фонд специально открывается и так далее. То есть, чтобы каждый седьмой год была возможность делать какой-то такой рефрайш. То есть, он поехал в США, при этом он был как бы в отпуске в Израиле. Да, за счет своего фонда и так далее. И как бы полезно и с приятным это называется. И проект был как раз в ИССФе, поэтому он-то приехал с корабля на БАУ, должен был сразу пойти туда и как бы что-то такое делать совместное. А я приехала за меня с детьми, осесть, то есть все. Пока оформили документы туда-сюда, но это очень долго было, месяца два. И через два месяца я стала искать работу. Ну, детки выросли уже сейчас, да? Да. То есть, а на тот момент они были совсем маленькие или так уже ничего? Одному было четыре года, второму двенадцать. Ну, не такие большие. Да. Дети нормально перенесли вот такую эмиграцию в США? Легко освоились? Ну, в общем, нет. Естественно, каждый был против этого. Дети? В основном старший ребенок, потому что тинейджер тяжелее. То есть, там было такое бодание первый год. Но я определила сразу еврейскую школу, поэтому у него… Проще было? Иврит был там тоже, он пошел. И английский. Английский очень хороший в Израиле, поэтому… Это уже от вашей буракадии вот это? Да. И эта школа дала возможность просто определить ребенка… Скажем так, он учился в девятом и одиннадцатом классе одновременно. У него была математика и еврей на одиннадцатом классе, а все остальное там английские истории на девятом классе. Ну, то есть, более-менее справился? Не, ему потом понравилось, скажем так. Итак, вы тринадцать лет назад приехали в Сан-Франциско. Муж пошел в UCSF, медицинский университет, все по профессии, все дела. Вы работу какую делали? Ну, вот я получила когда все документы, то есть, там, social security и прочее, стала искать. По специальности просто писали резюме. Тогда еще не было такой системы, как сейчас, там, с веб-сайтами, типа, да, и там, вот так вот. Ну, искали компании, они что-то поставали, там, найдешь по именам компанию, типа, туда забрасываешь. На самом деле, очень многие отвечали. И мое первое интервью было в Genentech. Я понятия не имела, что это такое. Потом, в интервью я вела себя странно. Мне очень не хотелось сюда приезжать. Очень. Объясню почему. Мой последний год в Израиле был, то есть, я получила все. То, что говорят, dream job, dream house, two kids, two dogs. То есть, ничего больше не хочу. И от добра до брони ищут, и это было мое самое страшное, так сказать, препятствие. Ну, в общем, как бы, всеобщим усилием, значит, решили попробовать. Приехали. И у меня была такая работа, которую я просто обожала перед отъездом. И более того, я должна была сказать, что я увольняюсь через два месяца. У меня зарплату повысили на 25%. И я не могла рта теперь открыть и сказать, что это либо больной человек психически, либо что-то не то. То есть, такого не делают. Я за всю историю не слышала ни от своих знакомых и ни от себя, чтобы кому-то без предупреждения на 25% повысить зарплату. То есть, такого не было. Но, в общем, мне пришлось это сделать. То есть, вам испытаний перепало? Да. Это, кстати, вызвало здесь довольно большое осложнение в том плане, что это была депрессия. Потому что, когда ты с такой позиции как бы уезжаешь, то очень трудно опять это все начинать. Ну, все-таки. Вам джиннинтаки предложили что-то? Было очень странно. Со мной разговаривали полтора часа один менеджер, потом полтора часа другой. И молчали. Я не знала, как себя вести. Я потом все думала, мне через три позвонила. Нам взяли трубку. Со мной поговорили. Ну, в общем, я скажу, что там было странно. Я разговаривала с ними так. То есть, по специальности я подходила идеально. Они делали практически то же самое, что мы делали в Израиле. Английский у меня был такой не очень, мягко говоря. То есть, у меня и еврей был такой достаточно хороший. Но это было как бы нормально. Я даже о чем говорила. Я говорила, ну вот знаете, понимаете, да, у меня документы все свежие. Два месяца в стране. То есть, авторизация есть, но вот два месяца здесь. И я говорила так. Ну вот если я найду здесь хорошую работу, то я останусь. А если нет, моя позиция там держится до конца февраля, как мне сказали. Вернишь до конца февраля, берут тебя обратно со всеми условиями. Я сказала, да, я беру билет и летаю. Ой, господи. Я страшно хотела улететь, потому что мне там так нравилось. Но, в общем, как бы за это потом… Не, ну все-таки давайте мы к реальному какому-то результату. Вы нашли работу по списательству? Да. Сколько времени ушло? В январе я начала работать. А приехали? В конце сентября. Ну то есть нормально. В ноябре я получила документы как раз в районе Сенс Гивинга и перед Рождеством начала рассылать аппликации. Давайте мы… Я просто хочу подвести к тому моменту, где мы сегодня находимся. Потому что, на самом деле, мы просто есть там несколько часов. Но я… Как у нас… Нет столько времени. Но вот… И ребятам смотреть тоже. Давайте вот все-таки… Вы работали себе по специальности. Как вы к нам попали в школу? Я вот… В то место, в которое я попала, это был кампус UCSF, опять же, который находится в ветеранском госпитале. И… В Сан-Франциско. Да. Мы и жили в Сан-Франциско. Мы приехали к приятелям и там осели. Сначала снимали. Потом, так сказать, тонкую без чеченской лет. Но… Мой бывший мужик уже так и не приехал, поэтому он стал бывшим. Он живет в Израиле по-прежнему и работает там. Вау! Вот. И он не решился ни на какие-то изменения. Одеться, то есть? Одеться со мной. Вот. Слушайте, да что ж такое-то? Ну, как… Это обычный советский мужчина. Они не берут на себя слишком много обязанностей, слишком много трудностей. Это не для них. Поэтому, как бы, он прекрасно живет там. Он вырос, унес свою лабораторию. Он там профессор. Но… Как бы, он развелился и все. Неожиданный ход. Потому что вы, можно сказать, говорили, я тут все плюну, сейчас уеду. И в итоге вы остались. А вот… Да. Это ирония судьбы. Так бывает. Он, собственно, затевал эту историю. Он хотел сюда переехать. В результате я здесь с детьми, а он там… Да. Ну, это бывает. Логичнее должно быть. Да, да. Ну, бывает. Бывает. Я знаю такие случаи. Так хорошо. Все-таки вы работали по профессии. По специальности. Да. Ну, а почему вдруг меняете профессию? Почему у нас оказались-то? А везде почему. В науке здесь сейчас очень тяжело. Сейчас, я имею в виду последние 15-20 лет вообще везде как бы тяжело. Фонды срезают все время. То есть, такое финансирование американской науки, как оно было там 20-30 лет назад, сейчас никто не делает. Они срезают на всем. Они срезают на обучение. Они срезают на фундаментальные науки. Мы были в фундаментальной науке. Это такая вещь. И работали в медицинском, как бы, кампусе. Последняя идея была, что финансироваться должно только то, что напрямую связано с здоровьем ветеранов, например, там, ветеранским госпиталом. Потому что ветеранский госпитал. Да. Поэтому, если ты делаешь таблетку, и она завтра поможет, то ты получаешь деньги. Но ситуация в том, что путь от исследования до таблетки приблизительно 20 лет. Ну, это так, нормально, под нормальной таблеткой, чтобы она работала. Все хотят быстрее. Делают быстрее. Получается некачественно. Получается вот то, что называется side effects и прочее. То, чего мы имеем сейчас почти с каждым новым лекарством. Но мы не работали на таблетки. У нас была фундаментальная наука. Деньги доставить все труднее и труднее. То есть, профессора, они сидят, пухнут, писают эти гранты. Из семи поданных грантов, дай Бог, один тебе должен. То есть, настроение портится у людей? Все профессора, все ученые находятся в достаточно большом стрессе, потому что тяжело вынуть деньги. Профессора многие уходят в стартапы. Если у него есть какая-то хорошая идейка, то легче вышибить деньги на стартапы, сделать что-то, пускай они работающие, но на года два. Так, в итоге, вы там потеряли работу или что-то? Нет. Я долго думала, чем заняться. Я хотела как-то, скажем так, уйти из непосредственного, из посредственной лаборатории. И главное, что меня добило в последний год. У меня были животные. То есть, я работала с мышами, была огромная колония мышей и прочее. Я не очень это люблю, честно скажу. Вот это убивать животных и прочее. Ну, как-то, ну, то есть, я делала и в Израиле тоже работала. Но, я честно скажу, меня это депрессует. То есть, я не могу это делать каждый день. То есть, один у меня такой блок есть, потом, когда уже переходит на экстракт или некие молекулы, то I'm fine with that. Ну, да. Вот как-то плохо себя чувствуешь. Особенно скажу, когда плохо себя чувствуешь. Когда ты чувствуешь немножко бессмысленность содеянного. Потому что, если я точно знаю, что то, на что вот эти животные предназначены, оно точно работает и, как говорится, будет от этого толк кому-то, то ты забываешь про то, что ты делаешь. Но, если это просто какая-то тупая задача, чтобы что-то закрыть, какой-то проект, это тяжело. То есть, чисто формальные вещи есть? Да. Я понял. Вот. И потом, что получилось, у меня дети, наконец, подросли. То есть, я не должна быть привязана с ними жить в одном городе всё время. Они разъехались или они тут? Нет. Но старший пошёл в Кодедж. Младший мы послали учиться за границу и я поехала в Москву. Потому что моя... За границей это как далеко? Англия. Ага. Ну, просто английский. Товарищ говорит только по-английски. По-русски говорит, но не так, чтобы учиться. Понятно, понятно. У меня моя мама так и никуда не переехала. То есть, ни Израиля она не переехала, ни сюда. Да, она по-прежнему живёт в Москве. Сколько лет маме-то? Много. 75 будет в этом году. А, 75 ещё не 90 уже. Вот. Ну, она там живёт и я так поняла, что надежды никакой нет и никуда не сдвинешь. Я сама прошла две миграции, поэтому я особо людей не давлю. Я знаю, что это такое. Когда тебе 20, когда тебе 40, когда тебе 70. Я вообще не представляю, что это такое. Ну, и, в общем, я поехала и провела один год в Москве. В 2013. Стоялся смогу. Ну, не совсем просто. Там были дела всякие и прочие. Идеи там были. Какие-то такие, ну, семейные в основном связанные с проектами. Кончилась тем, что она приняла квартиру там туда-сюда. Ну, в общем, занималась. У неё бизнес там свой есть. А дети в это время как бы? Один в колледже был. Сами по себе. Да. Вторая была в boarding school в Англии. Хорошо. Значит, побыли в Москве. Вернулись. Потом я там была год и я поняла, что если я там застряну больше, то у меня возникает очень тяжёлая ситуация в жизни. Я вернусь, мне возвращаться будет не туда. Потому что, как бы, дыра растёт. Ну, и потом, честно скажу, прожив 20 лет за границей, тяжело вернуться назад. Ну, как бы, отторжение какое-то произошло, да. Не только, не в том плане. В принципе, это третья миграция. Потому что страна совсем другая. То, откуда я уезжала в 90-х, это была одна вещь. То, куда ты сейчас приезжаешь, это совсем другая вещь. Ментальность другая. Сильно отличающаяся от американской, например. И, в общем... Ну, я не знаю, как некоторые люди возвращаются назад. Наверное, они просто здесь были не очень экспонированы в системе. Не прижимская. Да. Потом я... Моя идея была, я думала, что меня как-то смогу вот свою мать как бы двинуть, но это дело не получилось. И поэтому так и оставим всё, что я буду все отпуски проводить там. Будем ездить в службу. То есть, всё-таки вы вернулись обратно. Я вернулась обратно. Там, пока привела свои дела в порядок, сразу приготовила, резюме стала искать работу, думала где-нибудь в биотеке, или как-то опять пойти по своей специальности. так получается, что вот когда у тебя год и больше такая дыра, ты сразу как бы идёшь очень даун. и ты найдёшь позицию только опять как бы с достаточно таких базовых стадий. Но я знаю точно, я долго это не выдержу, потому что это, во-первых, не интересно. Тяжело психологично. Это не интересно, потому что ты уже обслуживаешь людей, которые однозначно знают меньше, чем ты, и по опыту, и прочее. Ну то есть, 2-3 года опыта работы или лет 20, это всё-таки есть разница. И мне хотелось что-то такое добавить, новое. Потом наука сейчас ведь совсем другая. Она, скажем так, это сравнить то, что было 20 лет назад, там, когда мы заканчивали университет, о чём мы мечтали и думали. Это сейчас можно сделать за двиндиль. То есть, компьютеры пришли в науку, и это всё поменялось, конечно, с ног на голову. Это... Ну хорошо, давайте так. Вот вы поняли, что надо, может быть, менять. Каким образом вы попали на software quality assurance, вот эта мысль, как вам в голову попала? Очень, как бы, я бы сказала так, опять из того, что мы делали. Поскольку я была всё-таки в геномном анализе, скажем так, достаточно прожительное время. Мы очень много времени проводили на компьютерах, и чисто вот анализируя, там, какие-то свои базы, там, то всё, пять десятых. Естественно, для нас сделаны программы, там, и всё, но... Ты понимаешь, что, во-первых, нужна какая-то другая компьютерная грамотность? Это первое. Второе, кто-то пишет для тебя эти программы. Они не всегда удобные. И всё время думают, кто же это всё делает? Вот иногда как-то вот делают неправильно. И дают программу попробовать, там, бесплатную. То есть, фактически мы тестировали их. И думаешь, блин, такое вообще плохо всё, это очень не годится. А другую дадут, думаешь, во, классная какая. Ну, как-то вот так вот было, и я почитала, посмотрела. И вот подумала, стала смотреть, что делает Керри, поскольку у меня есть много знакомых, которые прошли вот через эту конкретную школу, но сделали они это лет двадцать назад, когда они только сюда приехали, на заре, так сказать. И они все более технического плана. А это всё-таки как бы с другой, всё-таки довольно специфической темы. Но я подумала, ну, есть же фармацевтические компании, есть же вот эти же, которые делают анализ генома и прочее. То есть, это как бы соединение, может быть, вполне органическое. Да. Ну, вот посидела, посмотрела, там, онлайн нашла кое-что, очень много свобода, таких доступных ресурсов. И вдруг, значит, думая про это, чисто вот сама никому ничего не говорила. У меня сын пришёл со своей подружкой и говорит, вот, ты, говорит, там думаешь, мол, где, чего, как. А вот знаешь, говорит, вот она едет на тест вот туда, в Лос-Альтес. И я так на них смотрю, говорю, думаю, вчера как раз сидела вечером, смотрела на компьютере, нам искала что-то. И я говорю, да, и что? Я говорю, давай я тебя подвезу. К примеру, вот. А потом думаю, знаешь что, говорю, а давай, говорю, запиши двоих. Я говорю, добавь нам. И, собственно, так и произошло. То есть мы вдвоём поехали, я её сюда подвезла. Мы прошли тест. Только, типа, я прошла, а она нет. Ну, и я стала думать, записаться или нет. Теперь надо было принять решение. И тут мне звонит бывшая учительница моего ребёнка, то есть второй ребёнка, которая, она была маленькая, совсем у неё была такая наша, из наших тоже женщина. Она учитель математики. Всю жизнь преподавала в школе, начиная класса в математику. А я знаю, что она лет шесть назад прошла тоже эту школу и переквалицировалась. И такая довольная, то есть у неё жизнь другая вообще и прочее. И вдруг она мне звонит, говорит, как дела, туда-сюда. Хотела, говорит, спросить, а не хотите ли вы попробовать. Я говорю, господи, да что же такое, вы все с разных сторон звоните. А почему она вдруг-то? Просто так? Ну да, видимо, она прослышала, что я вернулась, и как бы там смотрю, куда пойти. То есть сплошные соблазны? Нет, в одну тему. И я думаю, это уже очень странно. Вдруг люди от ниоткуда. В одну воронку столько снарядов. Я говорю, я как раз говорю, вот именно вот в этом направлении и думаю. Ой, говорит, правда. Ну и в общем, короче, у меня была ещё дилемма такая была в январе, потому что одновременно начинались занятия здесь. И одновременно начинался мой курс в Стэнфорде на Genome Analysis. И я подумала, взять ли курс в Стэнфорде или здесь. Цена была практически одинаковая. По времени там чуть дольше, ну тоже так, в общем, 3 месяца. И думаю, опять или не опять, опять или не опять. Я помню, когда я как раз вот с матерью была, и я ей говорю, слушай, ну что ж такое, прямо вот надо решить до пятницы, либо туда, либо туда. И дедлайн, и всё. И она говорит, слушай, хватит, говорит, с этой биологией быть столько лет обла. Хотела что-то новое, вот тебе новое, говорит. Всё, говорит, и не думай. Ну я думаю, ну наверное, она права. Давай попробую. И, в общем, я вот приехала, как бы начала тут в школе слушать всё. Я хочу сказать ребятам, которые нас смотрят, что ирония судьбы была такова, что, ну вот работа первая, да, ваша, оказалась, тоже вы не ушли далеко там от своей бывшей профессии, потому что сейчас тестируется некоторая учебная там система, которая вот, вот химическая часть вам досталась, да, или какая? Да, собственно, вот закончила курс и долго не знала, куда себя приткнуть, потому что и возраст, и прочее. То есть много знаний в чём-то другом, мало знаний, скажем так, непосредственно в этой специальности, и так, наслышано много, а опыта-то никакого. Ну, пришла вот на интерншип, но это компания, они тестируют, вот, они создают курсы онлайн и экзамены для университетов разные, по разным тематикам. Меня пригласили тестировать экзамен по химии для колледжа. Ну и вот, собственно, задача была основная, это не то работает, не работает программа, программа-то особо старая, а проверять контент, то есть соответствие вопроса, ответа и содержания темы. Хорошо. Но вот вы ошибки находите в баг-репорте, пишете? Пока нет, было два таких, не бага, скажем, они были отправлены как suggestion, потому что ответы, которые были предоставлены в качестве правильных, я их нашла как confusing answer, объяснила почему, и две девушки, которые, собственно, там, тестировали меня, они, в общем, согласились, они их отметили и послали. Но все-таки, вот вы когда этим занимаетесь, значит, вы на каких платформах? Я была один день на тестинге. Всего один? Шесть часов, да. Я пришла, мне дали блог и сказали, вот сиди и… На тренинге были один день или на тестинге? Это был тестинг, взять ли меня на интервью. А, я понял, то есть вас тестировали, интервьюировали. Да, и если я пойму то, что они хотят. Так, ну, поняли? Ну, да, это был, типа, первый курс химии. Подождите, сколько вы там уже? Я начинаю в понедельник. Еще не начали, что ли? Нет, мне сейчас прислали документы. У меня такая, скажем так, я не ожидала вообще это, потому что это была идея после курса пойти на интервью, но очень специфическое место, потому что нужен был человек с химическим бэкграундом. И что тестировали, я не знал. И разговор был такой, что я приду, они меня посмотрят и спросят и так далее, но мне нужно знать химию. Типа, это основное требование, помимо всего остального. И, как бы, я пришла, я тоже не знала, что ожидать. И мне сказали, что у нас есть несколько человек, мы их тестируем, но нам нужно, чтобы человек имел химическое образование в прошлом, достаточно хорошее, потому что нужно понимать контент. И вообще, пару математиков наших подгребли. Да, потому что они занимаются курсом как раз по высшей математике. И я не знала, чего ожидать, мне там поговорили сначала, что делал, чего знаешь, чего не знаешь, а потом она мне сказала, я тебе сейчас дам один модуль, и вот, говорит, сиди, и вот сколько тебе займет времени, скажи, если ты поймешь это. – Послушайте-ка, а вот там Максим, который… – Я никого еще не знаю, я пришла… – Там из Белоруссии есть парень, Максим, мы его показывали тоже у нас на канале, когда он только приехал, из самолета его снимали там полгода назад. И вот он тоже там, и тоже он химик, он на каком-то шинном заводе, что ли, работал где-то в Белоруссии, там, в Новополоцке, я не знаю, я боюсь соврать там с этими местами. – Когда я пришла, не было менеджера, меня встретила там девушка одна из этой группы, индусская такая, и другая еще там была, и была еще одна китаянка. То есть там было три человека, но у всех было задание тестировать контент. То есть они читают тексты, и читают вот эти тексты именно ответов. – Давайте я вас вот что спрошу. Нас смотрит довольно много народу, которые, ну, с одной стороны, просто им интересно про Америку, вообще про жизнь интересно, как люди живут. Поэтому вот ваш рассказ, он как бы там немножко и ровно Москву захватил, и Израиль, и Америку. Это все очень интересно, такой динамики. Но вот есть много людей, которые как бы собираются к нам, и вот которые на днях выиграли в лотерею Green Card, и те, которые в других штатах, может быть, живут, планируют и так далее. И давайте я вас немножко поэксплуатирую, вот в каком смысле. Вы как человек такой ответственный, да, все-таки вы серьезными вещами занимались, и вы находились там, сколько, три месяца у нас в студенческом коллективе? – Вот, как ответственный человек, который наблюдает наших студентов, например. Они, вот какое у вас ощущение? То есть они, может быть, возраста ваших детей, там, я даже не знаю. – Да, некоторые, ну, наверное, как мой сын, достаточно хорошо. – Но вот они какие-то серьезные, они рвутся в бой, они светлые, там, или вот, или они там сачкуют? – Очень интересно, я хочу сказать, даже вот мой год, проведенный в Москве, был очень полезный. Мое личное наблюдение, что молодые люди, которые туда приезжают, они вообще, ну, я беру только в Москве, только там была, в Ленинграде еще, ну, в смысле, в Санкт-Петербург, где я там была, ребенка возила показать. Но, на мой взгляд, они мало отличаются от здешней молодежи. Вот именно молодые, то есть 25, максимум 30. Люди, с которыми я встречалась, как бы, вот нашего поколения, которые 45 и старше, ну, говорят по-русски, полный отстой. Поэтому, как бы… – Там, которые там. – В Москве, да. – Очень странное мое ощущение. Почему? Потому что страна сильно изменилась. Требования, да. То есть, как-то от прошлого, от советского, ну, особенно, берем Москву, опломб остался, а содержание не появилось. – Вы про молодежь или про старшую? – Overall, все. Но у молодых они больше похожи на американцев. Во-первых, я была удивлена, что я встретила очень много людей, которые говорили по-английски, и достаточно прилично. И это было неважно, потому что я была, например, с ребенком, и она говорит по-русски. Но первый месяц был ей очень тяжело. Потом она, как бы, его так подняла немножечко, но у нее не такой был русский, чтобы, как вот мы говорим, быстро говорим, и чтобы она это все поняла. Поэтому она находила всегда возможность, то есть, гостиницы и прочее, где мы останавливались. Ребята были очень хорошо говорящие по-английски, и было очень приятно. То есть, в Санкт-Петербурге мы были тоже там, как бы, очень приятная гостиница. – То есть, молодежь владеет сейчас английским. – Хорошо. Но вот все-таки наши студенты, которые у нас тут сидят, не в Москве. – Здесь очень странно. Здесь были, в основном, люди с Украины. Я ничего не могу сказать про Украину, там тяжелая ситуация сейчас. Есть одна общая черта у людей, вновь прибывших. Вновь прибывших, скажем так, которые здесь не больше двух лет. Я не знаю, откуда это идет, но у них очень много амбиций. Они совершенно не умеют работать, не хотят. И очень плохо относятся к тому, чтобы учить английский, например, что-то такое для этого сделать. – Нет, но они же по идее должны как-то владеть. – Типа, да, по идее. Это мы с вами так думаем. Но они проходят здесь год, и люди, в общем, не делают никаких усилий для этого дела. Что вообще плохо. – Вот у нас в школе же они же должны по-английски. Мы же учим на английском. – Да, и многим очень тяжело и плохо, как бы у них с этим делом шло. Но это как бы мое такое наблюдение. Потом есть другая черта, очень странная. Ну, не странная, она такая русская, я бы сказала. Советская. Не важно, кто по национальности. Люди приходят сюда, в этот монастырь со своим уставом. Они почему-то считают, что их должны принять такими, какие они есть. Это большая ошибка, потому что ровно как я приеду, допустим, к ним туда со своими здешними привычками, я им не понравлюсь сильно, то если они приехали в Америку, они должны вообще-то наблюдать, как живут местные люди, и быть такими flexible, чтобы под них, ну, не подстраиваться, но признать их обычаи и привычки. – Но это не происходит за один день. – Нет, конечно. Но если ты заранее приезжаешь с ощущением, что я буду здесь жить и буду уважать эти законы и эти привычки, то тебе будет гораздо легче их принять, научиться и так далее. Но если ты заранее приехал, а я вот такой и не меняюсь… – Мое впечатление такое, что в основном-то народ активно как бы адаптируется… – Молодые. – Молодые, да. – Люди, которые 40 и больше, это тяжелее. – Тяжелее, да. Это сто процентов. – То есть они какие-то просто… – Ну, у нас молодые же в основном ребята, да? – Молоденькие ребята были очень хорошие. Они очень быстро все хватают. Многие даже приезжают, вот у них английский достаточно приличный. Они, может, говорят с акцентом, это не важно. Важно, что они понимают, читают и так далее. А акценты у них пропадет довольно быстро. Поэтому вот как-то… Я не знаю, откуда такие молодые там появились, но, видимо, что-то поменялось в школе еще как-то. Может быть, доступ к интернету и то, что они все смотрят и читают. Но, честно скажу, у меня вот после визита в Москву молодежь мне нравится. Они хорошие. И, как бы, знаете, появляется такое чувство, что в будущем будет с этой страной что-то получше. Потому что раз такая молодежь, они же вырастут потом. И заменят все вот эти старые сорняки вот эти. Ну, я знаю. – Нас с вами заменят. – Да. – Так, хорошо. Ну, что же. Ладно. Чего ж. Давайте так сделаем. Вы вообще наш канал смотрите сами? – Нет, я только обнаружила, когда в школу пришла. – А, ну, сейчас. Посматривайте. Время находится. Ну, иногда так интересно. Могу сказать сразу. Смотрела, когда я первый раз обнаружилась и посмотрела вот ваши эти репортажи, когда по дороге на, так сказать, работу. – Да. – Коротенькие такие обычно. – Из дома, да. – Из машины. – Из машины, да. – Ну, мне несколько понравилось. Ох, у нас мне не совпадает, могу сказать точно. Про то, как здесь живут и про то, что надо, что не надо. И как бы… – Это может быть еще, знаете, мы как бы с одного временного пласта. – Это да. – И географически. – И географически с одного места. И в одно время покинули. – Да. – И как бы проходили все это сами. Ну, да. Много в общем. – Да. Значит, ну, что же. Я только хотел, чтобы, вы знаете, что я когда видео повешу, чтобы вы там заходили и, может быть, на вопросы отвечали. Потому что там все время говорят, ой, а как найти человека, а вот у меня вопрос, а у меня там еще что-то такое и так далее. Единственное, что вот давайте я напоследок вас спрошу. Я понимаю, что вам, наверное, проще было все это осваивать, то, что мы изучаем здесь, потому что вы как бы привыкли мозги напрягать. То есть вы не занимались там последние 20 лет физическим трудом, например, исключительно. – Нет. – Вот. Поэтому, ну, все-таки, наблюдая других, наблюдая себя, сложный материал для усвоения или, допустим, при нормальном, так сказать, трудолюбии человек может совершенно спокойно это освоить. Вот кому не нужно вообще, кому не нужно в это лезть вообще? Вот есть как бы… – Да. – Скажите, пожалуйста. Это очень важно. Ну, скажем так, мне было просто, ну, не просто в том плане, что мы всегда чему-то учились новому. – Да. – Молодым будет просто, которые только что закончили колледж, или там неважно в какой стране, но они знают учебный процесс, когда вот я прослушалась сегодня, что-то сделала дома. Ну, то есть вот чтобы было такое. Люди, которые давно ничему не учились, ничему, я имею в виду, там, не брали курс языка, например, там, даже неважно, курс вышивания крестиков, но что-то брали, какой-то курс. Им будет очень тяжело. Почему? Потому что занятия очень интенсивные. Для меня, например, практически все лекции были абсолютно новые. Ну, то есть я этим никогда не занималась, не учила, не читала. Я вот пришла и вот слушаю теперь, и для меня это как бы вот читать дальше. Курс очень интенсивный, поэтому это выглядит как энциклопедия. То есть тебе дают главу, определение, и дальше ты можешь рыть, ну, я не знаю, часами дополнительный материал, естественно. Особенно очень трудно, вот у меня нет, например, робота такого технического, там, или с компьютерами, то есть, а что читать, а где читать? Я все же читаю, все для меня новое. Ну, то есть определение тебе здесь дали, дали какое-то задание. Но, с другой стороны, школа очень хорошо освещает, скажем так, абсолютно все в индустрии, каждый кусок. Дальше ты куда попал, ты можешь взять эту нишу и, как говорится, рыть ее дальше. Но, если человек, скажем так, сильно ограничен временем, ну, скажем так, мать-одиночка с тремя детьми без помощи, как я начинала, приехала одна с двумя детьми, не пройдет, не получится, потому что это будут потраченные время и деньги, потому что надо что-то делать в субботу, воскресенье, там, ну, приехать отсюда, там, все с 7 до 9 что-то посидеть, или когда этих детей уложить с 11 до часу ночи, а потом, типа, встать. То есть, если времени нет, то лучше не связываться, потому что ты не сможешь освоиться. Нет, и еще такая вещь, поскольку курсы интенсивные – это как энциклопедия, то вот, как бы, насосаться этими знаниями такими вот энциклопедическими, а потом сразу кинуться куда-то и начать делать что-то конкретное, в этом есть толк, тогда в чем-то, пускай не во всем ты будешь специалистом, но вот этот кусочек ты его как-то освоишь, ну, там, на интерншипе или как-то. А если вот ты прослушал курс, а потом сел, и потом три месяца, четыре месяца ничего не делаешь, все это улетит. О, конечно, конечно, это скоропортящий. Абсолютно, во-первых, потому что динамика такая, а во-вторых, если это только теория и нет ничего, вот то, что на кончиках пальцев вот это вот просто сидит такая практика, оно улетит совсем. Ну, мы поэтому стараемся их закинуть на интерншип поскорее. Кроме того, у нас же есть видео, то есть если он хочет, например, но он не очень освоил, он может смотреть видео, он может повторять в школу ходить, он может, как бы, у него есть много ресурсов, чтобы, потратив больше времени, пусть даже не интенсивнее, а просто больше времени, экстенсивно, он все равно может, как бы, второй раз послушать. Второй раз слушаешь, совершенно другое впечатление. Это да. Особенно после каких-нибудь там практических занятий или прочее, то есть прослушать ту же саму лекцию, другое воспринятие. А вот проекты, которые мы делаем, все-таки мы же там делаем, вот в мобильном тестировании у нас проект, и отдельно там проект, оно связывает эти куски по что-то цельное. Вот появляется какая-то картинка. Да. Хочу сказать одну вещь, была очень интересная вещь, вот для меня была неожиданная. Сначала мы подумали, сначала я подумала, ну окей, типа, хочется себе время сократить. Вот Алекс, он такую штуку сделал. Он пришел вечером и сказал, начнем сейчас с этого. И открыли Багзилу, и он дал каждому по 10-15 номеров этих багов, которые были зарегистрированы там, типа, висят с 2010 года. Да. И задача простая, открыть его и посмотреть, ну то есть повторить и сказать, фиксировано, не фиксировано, там, работает, не работает и так далее. Да, исправлено ошибки или нет, да. И вот, значит, кажется, ну сейчас быстренько это сделаешь. А потом начинаешь открывать, читаешь, и ну ничего не понимаешь, что сказано. Ничего не понимаешь, что делать. И ничего не понимаешь, думаешь, какие там степсы продвинуться. И вот вдвоем сидели, разбираясь, ты понял, что надо делать? Нет, не понял. И вот тут возникает четкая картина, что когда тебе говорят, как написать, что делать, как дать заглавие этому делу, как это все дело сформулировать, типа, уважать того человека, который после этого откроет и почитает. Было очень показательно, могу сказать. И чтобы самой зафайлить этот баг, я полтора часа потратила. Ну, а на второй уже 30 минут, а на третьей 10. Почему? Я не могла сделать три, как на мой взгляд, емких, хороших, красивых предложений, как вот преподавательница Марина делала. Она вот как придет, как скажет одну фразу. И все так правильно и красиво. А я что-то написала три и красиво. А мои баги, вы видели, как я пишу баги? Нет. Вы ни разу не показывали. Вот Марина показывала. У меня видео есть. Ольга показывала. Как бы. И прямо так, раз, одна фраза, и все легло красиво. Ну, вот это вот то, что называется Олбать. Когда другие пишут, всегда проще. Я, например, очень не люблю делать эти муки и клиренсы, потому что уже люди вроде курс закончили, а ты ему говоришь, там задание, написать баги порт, написать тест-кейсы. И просто же уже жить не хочется, когда ты все это читаешь. Казалось бы, уже курс закончил, уже там несколько проектов сделали. И всегда пишет неправильно. Ну, не то, что неправильно, но жуть. Просто жуть. Не то, что неправильно, жуть. Язык, непонимание, кому ты пишешь. Я говорю, а кто читать-то? Скажи, кто потом должен читать? Всегда не тот человек должен читать. Они не понимают, кому это все. Ну, потому что нет опыта. Ты же на самом деле не знаешь, кто читает. Ну, говорят теоретически, там, а, вот это будет послано менеджеру или девелоперу. Кто он? Что он? Это же не конкретный человек. Учитель будет читать. Вот вам интерншип и, как бы, для этого. Вот посмотрите, кто исправляет, кто читает, кто там, как процесс устроен по шажкам. Причем в разных местах по-разному устроен. Абсолютно. Вот мы даже разговаривали, поскольку ребята все разные вещи делали. Но, скажем так, все студенты, которые были серьезные и нормальные, неважно в какую они компанию попали, они все оценили, что важно это. Кто и в классе был несерьезный, они сказали, да, что там, да, ничего не делали. Тесты нам писали. Да, я вижу, приходят люди с одного и того же интерншипа, разные люди приходят. И один говорит, ой, я вот это, вот это, вот это, а другой говорит, да ничего там вообще сидели, ничего не делали. Они говорят, только говорят, я говорю, о чем говорили. Тест-план писали. Я говорю, а, так это что, с самого начала? Ну да, там еще ничего нет, только тест-план делается. Я думаю, вау, так ты же в самом начале. Ну так это же то, над чем мы потели и понять не могли, чего хотят у нас. Но другие, другой человек приходит и говорит, да, наконец-то, понял, зачем они эти нужны, тест-кейсы и прочее. Тоже с тест-кейсом, значит, пишут, зачем они нужны. А потом, когда тебе дают вот этот exploratory testing, ты сидишь, как этот, и тыщешь на этот телефон, не знаешь, что делать. Был бы тест-кейс, сказали бы чего ткнуть. Ну, все-таки практика и проекты переводят это все на другой уровень. То есть от уровня понимания общего на уровень воспроизведения, когда ты уже можешь сесть и написать. Понятно. Просто ты видишь каждый вот этот кусок из лекции, к чему он привязан. То есть это не просто какая-то... Вот когда им рассказывают, вот я заметил, знаете, что, вот на интервью, на уроке, рассказываешь вопрос на интервью, да? Неинтересно. А когда он попал на интервью, и его спросили вот это, и он все равно не помнит, что мы там в школе проходим, потому что когда мы в школе проходим, это учеба. А когда тебя на интервью, на настоящем спросили, от этого зависит, возьмут, не возьмут, вот тогда начинается учеба. Знаете, вот ему раз, отказали, два, отказали. Он же сидит, он же впитывает по-другому совсем. А может и просто бросите выйти и сказать, буду там трак водить дальше. Так тоже бывает. Ладно. У нас там еще один молодой человек за дверью стоит. Я должен ему резюме поправить после интершипа. Давайте я вас поблагодарю от имени нашей аудитории. Вот. Так что вы отвечаете. А я тоже поблагодарю в ответ, чтобы аудитория слышала. Потому что, честно скажу, я пришла с надеждой как бы соединить все-таки свой прошлый опыт, который достаточно большой и такой, я бы сказала, интересный, серьезный. Я так говорю. Многие вещи делала интересные в жизни. Но и как бы сунулась совершенно в такую область. Мне, кстати, были люди, которые говорили, куда ты вообще нас двадцатилетних не берут? Куда ты вообще суешься? Что ты делаешь? Я говорю, слушай, я не собираюсь делать революцию. Я хочу просто добавить и соединить свой бывший опыт. Может быть, получится, но все-таки такое место. Здесь есть и фарма, и байотек, и все. И вот, смотрите, если ты как бы в голове сформулировал такую себе идею соединить. Я, на самом деле, правда не ожидала. Но я была вот один день, шесть часов провела тестируя этот экзамен, и просто у меня как бы такой бальзам разрез. Думаю, господи, вот это же и есть соединение как раз. Знаете, у них в компанию не берут. Но есть много других. Это же тебе не нужно, чтобы тебя в любую компанию взяли. Его самого выпусти на рынок. Его тоже много куда не возьмут. Вот он работает в своей компании, и дай ему бог здоровья. А иди на рынок, я на тебя посмотрю. Умники большие. Поэтому, у нас тут разговор был с одной женщиной, она менеджер. И я к ней прицепился, что она неправильно определяет regression testing. И она говорит, откуда ты знаешь, как правильно? Я говорю, ну книги есть, есть все написано. Это как бы слишком простая вещь, чтобы там… И она говорит, видишь, проблема у тебя какая? В нашей компании книжек никто не читает. Поэтому вот придешь к нам на интервью, говорит, вот тебя и не возьмут. Я говорю, проблему не у меня, а проблема у тех, кто у вас работает и книжек не читает. Потому что куда вы не пойдете, вот вас и не возьмут. Знаешь, одно дело, ты можешь пойти куда хочешь, тебя взяли. А другое дело, ты сидишь в одном месте. Знаешь, и только там и пригодился. Поэтому, я к чему говорю, что все-таки есть, есть какое-то знание. Я объясняю, что мы как driving school. Мы учим по правилам. Ты на дорогу выехал, на каждой дороге свои хабы, свои повороты. Надо знать дорогу. Отдельно. Но правила же есть общие. Мы общим правилам учим. Поэтому, чего же? Хочешь, чтоб учился кто-то. Знаешь, вот ты несешь это все. Хочешь, чтобы человек учился, чтобы старался, чтобы дальше шел, чтобы не бросал, чтобы настроение не падало, чтобы он, столкнувшись с трудностями, значит, он сказал, а мы преодолеем. Понимаете? Хорошая дорога. Наш не бывает без трудностей. И тут тебе один дурак скажет. Ну, занятия, я бы сказала, тут особых трудностей никаких не было, кроме того, что слишком много в короткий период времени. Подождите, а вот тебе сказали, настроение испортили. Это да. А у нас такие режимы мусорное ведро выбрасывают. Такие люди есть везде. А в Израиле там много таких? Очень мало. Негативных? Очень мало. Правда, да? Да. В Израиле такая тяжелая жизнь. И я все думала, почему они такие все какие-то веселые, и у них такое, знаете, что-то случилось у кого-то. Прям так оравой накидываются, помогают. Это ниоткуда. Прям посторонние люди. Дело в том, что они живут на пороховой бочке все время. И там каждый день что-то случается. На полном серьезе. Если случается какой-то конфликт, то всегда есть человек, которого ты знаешь, который напрямую с этим связан. Ну, например, там взрыв, там то все. Я работаю в лаборатории, прибегает лаборантка и говорит, ты знаешь эту? Говорит, ты из той лаборатории. Я говорю, да, а что? Говорит, ее дочь погибла во взрыве. Говорит, как? Она живет около меня. В том-то все и дело. Она, говорит, дала ей деньги на такси, чтобы они подъехали, чтобы не брали автобус. Так у нее такси припарковалось за автобусом, который взорвался. То есть, кому сложно быть повешено, тот не утонет. Но, несмотря на то, что такая вот у людей жизнь там, там как-то я не встречала ни дедовщины, ничего. То есть, я не могу жаловаться. И честно скажу, воспоминания об израильских людях и прочее самые светлые. Назовем просто евреями. Выслушал ему звезда слова. Говорил мой бывший муж, есть жды, есть евреи. Это антисемитское такое. Он сам оказался как раз, думал, что еврея мы знаем наоборот. Но это другая история. Ладно, подождите. Но вы больше не выходили уже замуж так вот. Как говорила Коко Шанель, замуж надо выйти дважды. Первый раз для Шока, второй раз для Шика. Для Шока я сходила хорошо и надолго. А для Шика, видимо, упустила время. В синей коме была посвешно. Так что, посмотрим. Ладно, хорошо. Эту часть мы пока подкладываем. Значит, машем ручкой всем вот так и говорим. Привет! Всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok